всем салют друзья с вами метатроныч приветствую катаны ну и так далее в общем как как обычно хотел этот подкаст точнее не хотела записывал этот подкаст на эту тематику наверное с числа 30 или 29 и ну все мне как-то что-то не нравилось то длинный был то не очень длинным и до конца никак не мог записать отвлекали постоянно поэтому плюнул все удалил в общем откинул в сторону решил записать с нуля по поводу уходящего года какой он был чего кого выложу на лайве может быть либо на основном еще не знаю в общем то давайте начнем с того с таких с актуальных тем которые в декабре вообще скопились просто скопом во-первых очень много людей решила заняться ютюбом то есть как-то монетизировать свой контент либо вообще начать с нуля и частично не попадают на мои видео как я делаю youtube они по-моему назывались и ну и дальше степится вопросы в леску их все больше и больше поэтому начал я показывать немного свою студию и буду продолжать отвечаю всем по возможности ну стараюсь ответить всем тем не менее если кому-то не ответил но уж не обессудьте вас просто много я могу не не уследить сообщения могут уйти куда-то вдаль поэтому так вот бывает видео снимать то я начал но быстро это сделать не получится так как как вам хочется вот каждый кто пишет он хочет чтобы именно лично ему все рассказали все как есть досконально прям от и до все объяснили такие такие знаете люди думают что это такой вот ключ есть какая-то универсальная формула после которой ты будешь использовать и станешь вдруг внезапно зашибать миллионы ну в кавычках конечно миллион он то есть какие-то деньги на ютюбе нет друзья такого нет если такая формула была все пробыли миллионерами такого нет нас существует собственно грубо говоря две вещи ну две таких формулы которые помогут вам заработать и не только на ютюбе я предпочитаю только одну вторая мне неприемлемо то есть первое это что-то создавать самому и это очень долго очень не спеша и очень медленно и вторая формула это воровать у кого-то контент ну и как и в жизни кто-то что-то создает другие же просто воруют и естественно воруя вы быстрее обогатитесь но для многих лично для меня и я надеюсь что для многих моих зрителей слушателей и лично для меня такой вариант просто неприемлем на физическом уровне я не могу вот но многие этим пользуются поэтому популярность большинства каналов обусловлена тем что там просто воруют контент воруют идеи перерабатывают их ну то есть например вышло видео там как я не знаю как сделать расческу человек на него посмотрел и у себя на канале сделал такое же видео как сделать расческу только снял его сам но повторил все что там было там в процентах 90 вот это называется по на хорошему это воровство то есть если это делают не дети маленькие если это маленькие дети то есть повторяет это хорошо а вот если это взрослые люди при этом пытаются на этом заработать это воровство такие каналы существуют вот не будьте одним из таких создавайте свой контент я почему иду на встречу почему я общаюсь с многими влс с многими начинающими ютюберами потому что в надежде на то что появится в русскоязычном сегменте как можно больше людей которые будут создавать контент а не воровать вот актуальная актуальная тема под конец года прям вал шквал народа видно как прям течет на ютюб много много людей но из этого много-много-много-много-много получается много-много-много-много-много-много вот поэтому чтобы такого не было создавайте сами придумывайте не копируйте кого-то еще знаете как называются медиагрегаторы партнеры до которые делают вам выплаты они сами рекомендуют вы горит кого-нибудь копируйте но не видео да естественно не не просто взяв видео и скопировав а именно перенимайте идеи вот видите какой-то там успешный блогер вот вы делаете точно так же как он также снимайте видео также говорите и типа вас будет ждать успех но нет такого не будет вы будете лишь вторичным продуктом который никто не обратит внимание в крайнем случае если вас увидят то подумают опять же таки о так этот чел копирует того-то или этого-то блогера известного и все то здесь нужно быть либо первым кто это стырит это среди вот тырителей по что в русскоязычном контенте тырят прежде всего запада и многие наши сейчас известные очень известные каналы развлекательные они просто напросто скалькированы с запада здесь это не для кого не секрет но просто они были первыми и поэтому первыми кто стырил это запада украл своровал всю эту идею и реализацию поэтому они сейчас пользуются здесь здесь популярностью очень мало тех кто создает контент действительно сам просто просто ничтожно мало до метатроны что же создает контент до его тоже пытаются и и как всеми угодными способами копировать слушают жадно вслушиваясь вот все мои враги там дизлайкеры ну враги в кавычках и ведут те кто там арияна ненавидит метатроны че они все его копирует на всех их ресурсах на каналах везде копии метатроны че то там то там то там видно это видно невооруженным глазом потому что создавать они ничего не умеют они тут метатроны че скопировали там какого-нибудь западного и их и ютюбера и так вот таким образом наполняют свой канал выдавая это за свои идеи за свои там мысли и так далее и тому подобное вот не будьте такими хочется пожелать вот в уходящем году чтобы все таки остались в уходящем году а в новом году пришли люди которые будут действительно создавать контент те кто идет в лс с просьбами а по рекламе ца вы придумаете как как это будет выглядеть а то некоторые идут ну вот от рекламы не метатрона часам там что-нибудь придумай когда ему говоришь чуть чувак ты придумаешь что-то как это будет выглядеть в как в каком это виде будет то все человек пропадает даже думать не хотят настолько колени они думают что за них будут все решать все думать ну хотя че удивляюсь народ такой в большой своей массе есть он никуда ни к чему не стремится он просто следует за трендом вот и все так как за мы за за метатроны чем вот тоже следует толпа которая просто повторяет это печально но есть люди которые делают что-то сами это приятно да за этот год я познакомился очень 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 с многими ютюберами из различных жанров на ютюбе то то есть не обязательно техно обзоры и приятно что многие из них именно создают контент сами не воруют это приятно и знаете еще что что интересно вот они сами создают контент у них подписчиков не так уж много но относительно относительно их жанра в их классификации да например там не знаю юмор такой популярный жанр да на ютюбе как который смотрят большинство школьников а школьников как известно подавляющее большинство на ютюбе и вот те люди которые создают свой контент прям вообще свой-свой-свой, у них не так много подписчиков, как те люди, которые просто воруют этот контент. Переделывают западные ролики под наш лад. У тех почему-то больше, а тех, кто создают, у тех меньше. Хотя у тех, кто создают, у тех качественный контент. Хочется вам пожелать, друзья, ну и не только в жанре юмор, да, вообще во всех жанрах, именно создателям уникального контента, а не те, кто просто берут и копируют. Я бы уже миллион раз повторил, чтобы въелось вам в голову, что не нужно копировать. Хочется пожелать создателям контента всего самого-самого, чтобы в следующем году еще больше было создано, и это хорошо. Только за счет, собственно, нас, друзья, и все остальное и держится. Не будь нас, не будет ничего. Такие люди, как те, кто что-то сам создает, придумывает, они как раз таки и движут весь этот мир. Вот, да, приятно быть в этом числе. Ладно, идем дальше. С этим мы закончили. Дальше зрители, некоторые зрители, ну, в кавычках, я их зрителями назвать не могу, это люди, которые случайно попадают на канал, на мой, и требуют, 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 требуют. Опять же, темы сейчас пересекутся. Вот те товарищи, которые копируют кого-либо, они обычно перед зрителями очень лояльны, прям стелятся, прям кланяются низенько, прям там, мои вы зрители любимые, хорошие, там, му-му-му-му, вот так вот просто в жопу язычком аж залазят. Это люди, которые копируют контент, ну, либо они лгут, потому что, ну, мне, например, я уважаю зрителей, но я не буду никогда там, ой, вы мои зрители, а те в каждом ролике так делают, понимаете? То есть, они льстят, льстят зрителю, а мне не интересны люди, которые, во-первых, я никому никогда не принижаюсь, не, там, не кланяюсь, и не хочу, чтобы мне кто-то кланялся, и, как там в сообщениях бывает, как начинают писать, уважаемый, Метатроныч, ла-ла-ла, там, да я твой подписчик, да я смотрю твое видео, это сразу вранье, сразу же вранье, вот так, ну, это я отвлекся, про что я говорил-то, про копирователей сказал, а, зритель, да, который вот это возмущается, почему их забанили, но за это вас и банят, в адекватном обществе, адекватные люди, нормальные, здравомыслящие, никогда не потерпят никакой лести в свою сторону, и не будут эту лесть нести кому-то, я таких людей баню, поэтому, без разговоров, и вообще это глупо спрашивать, за что меня забанили, да, ну, не знаю, как это, за что, была, значит, причина, за что, и она объективна, и смысл тебе ее объяснять, я не вижу смысла, например, человеку объяснять, за что его забанили, потому что, если он, будучи взрослым, не понимает, за что его забанили, то ему уже бесполезно что-то объяснять, ну, а дети, по статистике, меня и не смотрят, собственно, потому что они смотрят сейчас совершенно другие ролики, да, образовательные ролики мало кто смотрит, вообще очень-очень-очень мало, вот, поэтому пробан он был, и будет, и никуда не денется, и возмущаться, там удивляться, ой, за что меня, это очень-очень глупо, всяких капитанов очевидность, тех, кто, не досмотрев ролик, начинает указывать, что мне делать, все они будут забанены, да, легенды ходят о том, что бан-лист у Метатроныча длиннее, чем количество его подписчиков, и эти легенды не безосновательны, на самом деле, я проверил не так давно, насколько он огромен, и, честно сказать, немного ужаснулся, то есть, все очень-очень, знаете, легенды прям-таки, прям-таки на верном месте находятся, вот, это касательно неадекватных зрителей, дальше, что хочется еще рассказать про этот год, но давайте еще коснемся продакшена, опять же, те, кто начинает делать YouTube, пишут, Метатроныч, Метатроныч, а как ты, как ты зарабатываешь на YouTube, YouTube не приносит каких-то баснословных денег, если вы не занимаетесь развлекательным контентом, деньги будет приносить развлекательный контент, развлекательный из класса юмор, комедия, да, то есть, вот это все, он будет пользоваться популярностью, и чем не изменить, тем лучше, и второй вариант, это псевдонаучные, псевдо-какие-нибудь эксперименты или действия, то есть, вещи, я не знаю, там, настолько элементарные, что, например, мне их снимать не хочется абсолютно, потому что, мне кажется, что это элементарно, это все знают, но, тем не менее, если это снять, знаете, что-то, что-то вроде, как заточить карандаш, и какой-нибудь там, знаете, способ, как заточить карандаш, топором, вот я больше, чем уверен, что после вот этих слов, моих, после того, как я рассказал, как заточить карандаш, появится очень много видео на ютюбе, как заточить карандаш, и именно, как заточить карандаш топором, может быть, я и сам сделаю такое видео, но я подожду, потому что, меня слушают, и смотрят очень-очень многие, вот эти, всякие, техноблогеры, воровитые, вот, они стырят эту идею, стопудово, и покажут на своем канале, они могут выждать от, где-то, пары дней, до нескольких месяцев, выжидать, выжидать, значит, пока народ забудет, что, вот, об этом говорил Метатронович, но нет, народ помнит, и, вот так вот, ну, это вот как пример, и на такие видео люди бегут, бегут, сломя голову, смотрят, то есть, это бесполезно, ничего, не несущее, ну, никакого, то есть, посыла видео, и людям это нравится, они посмотрят, и им кажется, что это они так сделали, или уже научились, чем проще и дебильнее вещь, вы показываете, и чем вообще без слов можно все это показывать, тем больше у вас будет просмотров, народ не желает думать, мыслить абсолютно никак, отсюда вот такие выходы, и те, кто создает что-то, у вас никогда много подписчиков не будет, это де-факто развлекательные каналы, дебильные каналы, там, да, там подписка будет расти, потому что в массе своей, опять же, народ, увы, далеко не гениален, как бы не наоборот, так, с этим давайте уже, ладно, закончили, про продакшн, да, я же начал говорить, и перешел на заработок YouTube, про продакшн, значит, дела такие, что, да, я, например, делаю продакшн, он не весь на YouTube, ну, точнее, его очень мало на YouTube, вы, наверное, видели один или два раза только, или в каких-то моментах, это не значит, что вы придете на YouTube, и начнете заниматься продакшеном, нет, друзья, я этим занимался еще задолго, задолго до YouTube, а вообще очень-очень давно, поэтому, как бы это просто-напросто, совершенно другое направление, YouTube здесь никакого отношения не имеет, но там нужно именно создавать, создавать, именно придумывать, рождать эти идеи, а не просто откуда-то заимствовать, для хорошего продакшена, я имею в виду, чтобы это было уникально, чтобы это запоминалось, частично, конечно же, это, ну, этот налет продакшена остается на канале, на моем, но сильно поднимать планку, и быстро, и резко, я не хочу, потому что это замедлит выход роликов, а вы требуете, чтобы каждый день вам был ролик, это сложно очень, друзья, физически сложно, по времени, просто-напросто времени не хватает, вот, касательно продакшена, да, работаю с различными компаниями, и российскими, и зарубежными, хочется, что сказать, да, давайте, да, вот за этот год было несколько историй с различными компаниями занятных, хочется пожелать, что уж уже тогда, чтобы эти компании были более адекватными, хочется пожелать различным директорам, которые адекватны, ну, всего самого, что в новом году есть хорошего, старшему менеджерскому составу, который тоже очень редко, но есть адекватный, тоже хочется пожелать, чтобы премии и бонусы у вас были, ну, и самому младшему менеджерскому составу, тоже хочется пожелать, там вообще исключительно маленький процент адекватных людей, которые именно за компанию стоят, грубо говоря, горой, и очень качественно, вот, вам прям вообще хочется, чтобы директора премии выдали очень-очень-очень большие, потому что, если бы вы знали, насколько мал процент адекватных менеджеров, ох, это просто настолько мал, что неимоверно мал, но в основном там тпшки и тпшки мужского пола, все, в общем, там очень маленький процент адекватных людей, которые о компании действительно заботятся, надеюсь, что вы получили премии очень хорошие, очень-очень-очень, надеюсь, ребята, всем вам привет от Метатроныча, хорошо провести Новый год, отдохнуть, наконец-то на каникулах, старшему менеджерскому составу тоже, там чуть-чуть больше процентик есть адекватных людей, ну и директорам, уважаемые директора, с кем я в этот прошлый, предыдущие годы работал и работаю, но тоже хорошего Нового года, друзья, вы знаете, что Метатроныч не смотрит на ранги и должности, а для него есть человек, либо не человек, поэтому желаю вам в будущем оставаться адекватными, человеками, вот так вот, ну а те, кто попал в бан-лист за те или иные действия, ну, ума-разума вам, что я могу только пожелать, конечно, это глупо, навряд ли он у вас появится, но, тем не менее, может быть, да нет, кого я обманываю, вы просто тупые, и уже ничего с вами не будет хорошего, вот, такие дела, поэтому, да, друзья, кто хочет заниматься продакшном, нужно быть очень-очень дипломатичным, либо нужно делать настолько уникальный контент, чтобы, вот, как Метатроныч, можно было запросто посылать лесом различных, различных директоров, различных, как маленьких, так и больших компаний, если они ведут себя неадекватно, вот, либо быть очень дипломатичным, но вы понимаете, да, о чем я, но я не такой, не умею, не умел и не собираюсь учиться быть дипломатичным, слово-то какое, да, но на самом деле означает искать наименьший путь языка в чреве заказчика, вот, но мне такой путь совершенно, это, это для отдельных, если вы обладаете такими навыками, то вас частично ждет успех, частично, потому что все равно мне кажется это тупиковая ветвь такая развития, вот, что еще за этот год-то хорошего, не, год на самом деле был очень хороший, в плане интересный был год, много чего произошло, не обязательно там хорошего или плохого, это было интересно, это был опыт, опыт всегда полезен, вот, спасибо всем, кто меня смотрит, спасибо всем, кто меня слушает, спасибо вообще, друзья, просто, просто так за то, что вы есть и разделяете со мной мои интересы, мне кажется, это самая главная радость жизни, когда ты находишь людей, которые разделяют твои интересы, разделяют твое видение мира, это и есть радость, с такими людьми хочется общаться, хочется находиться вместе, рядом, что-то вершить, не останавливаться на одном, на достигнутом, дальше, дальше, дальше двигаться, чего я вам всем желаю, не стоять на месте, постоянно развиваться, укрепляться и так далее, тому подобное, да, те, кто слышит и смотрит Митлоруныча впервые и еще не обращался, я имею ввиду сейчас продакшн, какие-либо запросы, всегда, пожалуйста, открыт, но открыт для адекватных предложений, то есть у меня все адекватно, все логично, никаких сверх и меж там каких-то запросов абсолютно нет, все очень-очень-очень лояльно, а, еще, да, по касательно радиосвязи, чуть не забыл, да, это же, собственно, основная тематика практически моего канала, единственный канал на русскоязычном ютюбе, который первый, единственный, который ведет по радиотематике, различные владельцы заводов, пароходов, ну, и также магазинов по радиотематике можете обращаться, да, не стесняйтесь, обращайтесь, ну, желательно, обращайтесь сами директора, потому что ваши менеджеры настолько порой тупят, что это жесть, вы портите, они, точнее, вы, ну, и вы тоже, раз их наняли, портите репутацию себе и своей компании, испортить репутацию можно один раз, восстанавливать может понадобиться не один год, вот так вот, так что, пожалуйста, обращайтесь, кому необходимы различные проектирования по радиосистемам, если вы владелец предприятия или еще чего-то, радиофикация нужна, тоже обращайтесь, будем работать в этом направлении, я надеюсь, все получится у нас хорошо. Те, кто были посланы далеко и надолго, ну, можете уже не обращаться, но если хотите, можете еще раз попробовать обратиться, как говорится, в Новый год, так уж и быть, сделаю, да нет, ни хрена, можете не обращаться, не буду никаких послаблений сделать, это была шутка, чтобы, как говорится, подарить вам надежду и забрать ее. Да ладно, чего уж там, ну, вы понимаете, надо будет, пишите, звоните, гордость свою прячьте, потому что все слова обоснованы и такими и являются. Ну, вот так вот, наверное, такие можно итоги разве что подвести. Метатронович пока еще жив, я надеюсь, еще будет вас радовать какое-то время различными новыми видео, различные компании будут оставаться довольны, как всегда это и происходит, продакшеном различным, кто-то заказывает озвучку, но это уже совершенно другая история, совершенно другие компании, ну, в общем, друзья, я знаю, что меня и оттуда смотрят чуть-чуть, и оттуда, и оттуда, и оттуда, все по чуть-чуть, вот всех попытался охватить, кого забыл, ну уж не обижайтесь, за всех поднимаю бокал минералки, потому что я не пью, да, вот так вот, прям таки, да, и с наступающим или с Новым Годом, смотря когда вы уже слушаете этот подкаст, такие, такие дела, друзья, вот, 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 я так еще и не решил, где он выйдет, либо на основном канале, либо на дополнительном, может и там, и там, посмотрим, в общем, посмотрим, 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 ну, а, да, самое главное, самое главное, я уже говорил, ну, еще раз, самое главное, это самые простые зрители мои, самые, самые обычные люди, Метатроныч объединяет всех Начиная от высокопоставленных чиновников Директоров до самых-самых простых Обычных людей И Метатроныч не ставит между ними Какие-либо различия Понимаете, если вы пришли на канал То будьте готовы, будь вы директор Или обычный парень из деревни Что вы будете общаться на равных У вас здесь общие интересы Вы пришли сюда не просто так Если вы уж сюда пришли, то вы что-то отсюда Подчерпнете И просто так не уйдете Где-то у вас в голове останется Та маленькая частичка Которая, я надеюсь Вырастет из этого Зернышка разума Огромный большой разум В вашей голове И вы станете другим человеком Не останавливайтесь, развивайтесь всегда Спасибо, хочется сказать Самым простым, обычным людям Самым-самым-самым Без всяких должностей, званий И заводов или пароходов Спасибо, что меня смотрите Ну все, наверное, друзья До скорых встреч Как говорится С вами был Метатроныч Если нравится, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Ну и еще много я хотел На самом деле чего рассказать Но опять подкаст затянется Давайте уж как-нибудь в другое время Вы мне только напомните Вот, всего хорошего Пока-пока